В наш город заглянуло солнышко Чем же они, мужчины, такие хорошие и за что мы, женщины, их так любим? Чтобы ответить на этот вопрос, предложим представительницам прекрасного пола пройти специальный тест. Состоит он из нескольких незаконченных утверждений и всего двух вариантов их продолжения. Посмотрим, что выберут женщины, а потом те же самые утверждения предложим продолжить мужчинам. Интрига, совпадут ли у нас мужское и женское мнение? Первое утверждение очень простое. Быть мужчиной, а вот дальше нужно выбрать, каково это. Быть мужчиной трудно, но и женщиной не легче. Или же быть мужчиной приятно и не обременительно. Что выберет женщина? Ну, первое. Трудно, но и женщиной не легче. А каково это быть мужчиной, по мнению самих мужчин? Мужчиной быть трудно? Да, я думаю, у каждого мужчины быть нетрудно. Ну, приятно? Да. Не обременительно? Нет. Тогда мы выбираем второй ответ. У нас первое несовпадение. Следующее утверждение. Мужчины, в отличие от женщин, всегда и во всем стремятся быть первыми. Им необходимо чувствовать себя вожаками стаи. Или же пытаются настоять на своем, даже если их точка зрения ошибочна. Что правда, первое или второе? Мужчина всегда прав. И вожак стаи, и в то же время прав. И прав, и вожак стаи. Спасибо большое. Глава семьи. Мужчины не стали возражать, что им приятнее чувствовать себя вожаками стаи. Продолжаем. Если бы не было женщин, то мужчины не родились бы на свет, да и женщин бы тоже не было, надо бы назаметить. Сошли бы с ума от одиночества, голода и холода. Кто им будет еду готовить, стирать и штопать одежду? Сошли бы с ума от одиночества, голода и холода. Кто им будет еду готовить, стирать и штопать одежду? А вы что выбрали? Самое второе. Озвучивайте его. Сошли бы с ума от одиночества, голода и холода. Отсюда вытекает следующее утверждение, которое нужно продолжить. Мужчина женится для того, чтобы... Делить с женщиной кровь и пищу, радость и горе, растить детей. Было кому выслушивать его жалобы, делать ему массаж и регулярно хвалить. Было кому выслушивать его жалобы, делать ему массаж и регулярно хвалить. Это наше женское мнение. А вот мужчина выбрал первый вариант ответа. Он готов делить с любимой женщиной кровь и пищу, радость и горе, и, конечно, расти детей. И еще один вопрос. Он был адресован милым женщинам, участницам нашего интернет-опроса. Просто нужно было продолжить фразу «Каждый мужчина в душе...» Завоеватель и варвар не зря говорят «Не буди лихо, пока оно тихо». Это продолжение фразы получило 21% голосов. Большинство же женщин знают, что каждый мужчина в душе немного ребенок. Также верит в чудеса и надеется, что все у него будет хорошо. Авторши других ответов сначала немного покритиковали мужчин. Не будем показывать те обидные слова, которые иногда употребляют наши дамы. Но смысл один. Мол, от таких мужчин бежать надо. И все же в большинстве случаев каждый мужчина в душе романтик и умеет водить машину. Ребенок. Снова дитя и опять романтик. Какой сложный вопрос. Мужчины бывают разные, как и женщины. Они способны грустить и радоваться. Но каждый мужчина, если влюблен, готов свернуть горы. Вот на этой приятной для всех ноте знакомимся с результатами. Что же мы тут с вами, милые дамы, натестировали? Вы относитесь к категории трезвомыслящих людей. Ваш взгляд на мужчин достаточно правильный. Вы видите не то, что, возможно, хотелось бы видеть, а то, что есть в реальности на самом деле. Любя, мы прощаем им все недостатки. И они отвечают нам тем же. Мы продолжаем проводить занимательно-статистические опросы обо всем на свете. У нас грядет праздник, День народного единства. Опрос на эту тему уже появился на нашем сайте в интернете. Приглашаем вас поделиться мнениями. Удачи всем и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин